check check microphone всем привет меня зовут дмитрий кокорин и сегодня я расскажу вам про 3d графику в веб-дизайне и для кого не секрет что базовым инструментом донесения информации до пользователя является текст он заставляет человека строить образ своей голове опираясь на его смысл более очевидно этот образ воспринимается в визуализированном формате для этого мы используем в создании дизайна медиа 3d видео фото и иллюстрации заботливый и удобный интерфейс помогает пользователю и не принуждает его работать 3d графика как и текст выступает в роли инструментов для решения определенных задач они просто для того чтобы было красиво как его использовать и применять ли вообще это вопрос пользовательского опыта иногда 3d модели нужны просто для того чтобы показать конкретные объекты триггеры и удовлетворить информационный запрос целевой аудитории когда пользователи заходят на сайт интернет-магазина например то у них нет возможности прикоснуться к товару изучить его с разных сторон и дать оценку удобству таким образом 3d элементы на сайте решают эту проблему и подталкивают к взаимодействию с сайта что улучшает пользовательский опыт и выделяет среди конкурентов это ускоряет продажу и напрямую завязано на бизнес задачу клиента так что 3d графика это не просто игрушка а инструмент передачи информации давайте подробнее рассмотрим направление применения 3d графики в веб-дизайне объемный дизайн повсюду на веб-страницах в приложении логотипах айдентики на иллюстрациях текстов но не такой как несколько лет назад есть множество интересных трендов например гиперреалистичных 3d иллюстрации сегодня зачастую трудно отличить от фотографий для сайтов и приложений это огромный плюс так как пользователи дольше рассматривают изображение восхищаются ими и запоминают опыт взаимодействия с продуктом улучшается таким образом еще один интересный стиль 3d иллюстрациях и элементах интерфейсов это глиняный морфизм объемные объекты в таком стиле напоминают вещи из глины или пластилина они простые по форме цилиндрические или овальные с внутренними и внешними тенями для глубины однако выполнены они в другой более фактурной 3d модели чем используемая в не аморфизме поверхность предметов выглядит пушистой что дополнительно подтягивает внимание также еще одним интересным трендом 3d графики в веб-дизайне являются объемные цифровые аватары обычные фотографии в профилях устаревают ими трудно удивить уже но 3d аватар выглядит оригинально а пользователю интересно его создавать такой вариант хорошо подойдет для личных кабинетов мессенджеров и внутренних программ компаний также нынешнее время очень интересно интегрируется 3d элементы в дополненную или виртуальную реальность это позволяет UX UI дизайнерам создавать гиперреалистичные 3d образы и тем самым поддерживать любопытство и вовлеченность пользователя таким образом 3d дизайн это проверенный инструмент для создания эстетичных и эффективных интерфейсов его возможности обширны и адаптируются к самым разным продуктам и системам давайте подробнее рассмотрим инструменты с помощью которых 3d дизайн может быть полезен в графике например анимация продуманная и уместная анимация страниц сайта не только радует глаз но и серьезно помогает в работе на сегодняшний день ее можно без преувеличения назвать одной из основ веб-дизайна и действительно ни один современный ресурс невозможен без нее ведь на ней нередко основанное взаимодействие с пользователя это стало также возможным благодаря тому что анимация информирует о тех или иных состояниях страницы или же направляет внимание в нужное русло именно из-за ее популярности весьма распространенные ситуации когда ее используют неправильно результат получается прямо противоположными ожидаемым она вызывает раздражение непонимание или же откровенную скуку у пользователей удивительно что многие разработчики задаются вопросом о том как сделать анимацию на сайте которая будет месту и нравится пользователя при этом анимация отлично подходит чтобы рассказать о чем-то новым или мотивировать на действия например подписаться купить попробовать услугу движущиеся изображения сильнее вовлекают пользователей это подтвержденный практике факт у 3d дизайна тем не менее есть один недостаток это большое потребление памяти но этот минус нельзя считать серьезным даже недорогие смартфоны сегодня достаточно мощные поэтому легко справляются со сложными визуальными эффектами в реальном времени таким образом анимированный 3d интерфейс больше не вызывает проблем при использовании также при анимации необходимо стремиться к наименьшему числу перерисовок масштаб перерисовки это количество пикселей которые сменяются на мониторе чем меньше операции перерисовки тем лучше это важно закладывать на этапе проектирования модели и сцены например показывать объект не с четырех сторон а с двух или срезать все полигоны которые юзер просто не видит тогда они не будут нагружать видеокарту пользователя и получится выиграть им весе модели можно сделать следующие выводы по поводу анимации во первых она способна привлекать внимание пользователей сайта в тем или иным деталям также анимация выражает или вызывает эмоции это очень важно анимация делает навигацию по сайту более интересной забавные изображения помогут разобраться структуре сайта и обеспечить комфортный переход по его разделу также анимация мотивирует на целевые действия повышает конверсию особенно в процессе регистрации которая проходит несколько этапов интерактивные техники также являются очень важным инструментом при интеграции 3d графики в веб-дизайн наиболее популярный и самый простой прием внедрения интерактива на веб-сайт это привязывание анимации в трехмерных сценах положению полосы прокрутки для этого достаточно взять последовательность кадров 3d анимации и привязать ее например горизонтальным координатам положение курсора на странице или к положению полосы прокрутки сайта таким образом можно провести пользователя по заданному маршруту при этом он может остановиться или проскролить обратно посмотрев промежуточное состояние эта история хорошо работает в любом направлении не только горизонтально вертикально но отлично позволяет разворачивать повествование в глубину пространства вашего сайта также для взаимодействия этой графики с пользователем можно использовать parallax эффект у картинки появляется глубина создавая эффект полного погружения но такой эффект достигается достаточно простым способом наслаивание нескольких объектов которые при помощи смещения камеры симулируют объемную картинку еще один способ создания интерактива это взаимодействие курсора мыши с текстом сайта лучше всего это работает именно с заголовками то есть акцентирует внимание пользователя на конкретные текстовые части вашего блока сайта давайте подробнее рассмотрим инструменты при которых можно интегрировать 3d графику в веб-сайт в первую очередь это конечно же webg 3d графика при создании веб-сайтов позволяет выводить формат взаимодействия с пользователем на совсем другой уровень технология позволяющая внедрить 3d графику на сайт называется в g по сути это программная библиотека для javascript которая позволяет создавать 3d графику функционирующую браузер и другими словами мы делаем 3d модель и на компьютере в рамках программы работающей в операционной системе а непосредственно в браузере это позволяет получить в интерфейсе настоящую интерактивность дает множество визуальных эффектов и формирует впечатляющий пользовательский опыт при этом можно решать не только промо задачи вы иллюстрировать сложные для понимания вещи например интерактивная инфографика модели механизмов модели оборудования и сооружений у webgl есть некоторые особенности модели не будут выглядеть как на рендере а хай поле поместить в интерфейс будет очень сложно чтобы применять настоящие модели нужно правильно их проектировать с оглядкой на интерфейс правильно моделить и анимировать дизайнер и модель должны понимать что далеко не все 3d модели будут работать в вебе при этом с помощью webgl можно не только работать с 3d моделями но и делать реалистичную физику и наделять ей например курсор или другие элементы сайта webgl позволяет создавать 3d эффекты такие как шейдерные переходы искажения эффекты глубины и много чего еще в webgl все изменения происходит при помощи java script а он исполняется на устройстве пользователя да еще и в браузере разные браузеры работают по-разному и если речь идет о сложной трехмерной модели такой как органика с анимациями или скелетная анимация также различные механизмы оборудование то оптимизировать следует все это на этапе дизайн дизайнеру нужно учитывать возможный объем файла количество сцен насколько сложное освещение сцене потребуется когда сцены и объект хорошо продуманы то технически все может сделать проще ведь не во всех ракурсах нужно стопроцентной детализации и не все элементы нужно прорабатывать и анимировать следующая технология внедрения 3d графики в веб-сайт называется 3ds это популярная javascript библиотека которая опирается на те же возможности в обжии и делает над ним настройку что позволяет работать с webgl более удобным образом и писать меньше строчек кода таким образом моделирование графики с использованием 3ds можно сравнить со съемочной площадкой так как у нас есть возможность оперировать такими понятиями как сцена свет камера объекты и их материалы сегодня браузеры предоставляют нам возможности о которых мы не могли мечтать 5 или даже 10 лет назад используя ресурсы браузера можно создавать целые игровые 3d миры интерактивные галереи и сайты все это обеспечит эффект присутствия конечно несмотря на то что все это возможно 3d моделирование требует написания большого количества кода и вот здесь в работу включается интересная программа под названием сплайн дизайн эта программа позволяет избежать непосредственной работы с кодом создавая интересные и полезные механики внедрения 3d графики на веб-сайты частично или полностью таким образом спай дизайн это простой современный инструмент с хорошим интерфейсом который делает основной упор именно на подготовку интерактивной 3d графики для дальнейшего воспроизведения в браузере сплайн это 3d редактор для графических дизайнеров а его особенность это упрощенный и понятный интерфейс благодаря которому любой пользователь может в нем быстро разобраться даже без опыта в 3d моделировании у него не так много функций как у классических 3d редактора но их более чем достаточно чтобы быстро делать абстрактные композиции стилизованные модели и даже анимации часто сплайн сравнивают с фигми хотя у нее нет всех функций фотошоп и более чем достаточно чтобы решать рабочие задачи также сплайн не требователен знанием пользователя о 3d например не придется следить за полигональной сеткой как блендер а еще вам поможет опыт фигма так как интерфейс сплайн очень на нее похож кроме стандартных объектов такие как сфера и кубы сплайн можно собирать объекты с помощью объемного вектора это очень полезная функция также пользователю доступны инструменты для быстрого искажения которые помогают делать форму объектов интереснее сплайн дизайн довольно простая система создания материалов из-за этого возникает много ограничений но при этом вам сложнее испортить свою работу принцип анимирования сплайн такой же как и у фигма вы выбираете объект указываете как он изменится настраиваете продолжительность а еще ее можно привязать к действию пользователя такие как клик мыши scroll наведение курсора нажатие клавиш на клавиатуре также в сплайн дизайн доступна интеграция вашего проекта в веб-сайт напрямую любой ваш проект может быть добавлен на сайт как встроенный либо с помощью готового кода на javascript чтобы использовать проекты из blender для веб-дизайна придется задействовать сторонние программы а еще вам не обязательно устанавливать сплайн на компьютер он может работать и в браузере давайте теперь поподробнее рассмотрим примеры интеграции 3d графики реальных веб-сайтов здесь хочу обратить внимание на сайт в котором интегрирована система анимации секвенции привязаны к перемещению курсора мыши при этом очень здорово реализовано сюжетное повествование то есть зависимости от того куда у нас двигается мышка туда у нас и приводят движение свет мы находимся в левой части монитора и свет освещает логотип и показывает о чем этот сайт и название компании и по мере движения по горизонтали цвет нас ведет в правую нижнюю часть сайта кнопка подать заявку собственно это конечное действие которое интересует нас с точки зрения пользователя достаточно простая история с точки зрения реализации здесь отрендерена 3d анимация интегрирована в сайт в виде последовательности кадров то есть секвенции и эта секвенция а именно каждый кадр соответствует определенному положению курсора мыши по оси x относительно полотна всего сайта очень удобно и просто далее рассмотрим пример современной машины строительной компании здесь очень здорово интегрирована 3d графика для визуализации технических особенностей и визуализации оборудования которым занимается эта компания то есть при помощи управления интерфейсом можно увидеть что из себя представляет компания какими техническими решениями она занимается очень просто красиво при этом текст расположен поверх изображения которое реализовано в серых тонах и композиционно расположено очень удобно что помогает считывать нужную информацию пользователь может ознакомиться со всеми подробностями и решениями в рамках деятельности этой компании таким образом визуализировано даже состояние страниц то есть курсором страниц перелистывая блоки но очень хорошо визуализированы вспомогающие элементы давайте рассмотрим еще один пример компании связаны с промышленностью это сайт компании промышленность кузбасса и здесь целая история которая привязана географической локации есть 3d иконки которые превращаются при на наведении в определенные объекты то есть подсказывая нам куда пользователь попадет при их нажатии более интересный и современный пример можно увидеть на сайте не и т.п. российские космические системы ничего не нажимаем и уже видим красивый интерактив объекты летают вокруг а если мы начинаем скроллить то объекты собираются спутник и оказывается что мы летаем где-то в космосе планета точно также анимировано и показаны определенные этапы взаимодействия спутника землей и его особенности при этом продолжая скроллить мы погружаемся в дополнительные детали связанные с деятельностью компании и конкретной ее продукции выглядит конечно очень красиво а интерактив очень сильно впечатляет объекты достаточно простые но за счет масштаба выглядит здорово и помогает вовлечь пользователя в storytelling не интересуясь деятельностью компании давайте рассмотрим еще кейс здесь использована более сложная техника но совсем другом стиле изначально нападаем на 2d картинку можем просто поскролить вниз в итоге 2d картинка превращается в изометрическую 3d проекцию какого-то мира посвящена деятельности этой компании много всего происходит но объекта несколько полигональные и это позволяет добавлять большое количество анимации но не сильно нагружая память видеокарты пользователя сделано очень необычно интересно и креативно есть многослойность повествования облака в воздухе летают высокие дома также storytelling разделен на блоки и делит информацию на определенные смысловые области также интересно что скроллинг происходит здесь по диагонали повествование очень гармонично и интересное сочетается с анимацией интересных и необычных персонажей которые помогают вовлечь пользователя можно долго его рассматривать даже не интересуясь деятельности компании очень интересно и креативно в итоге мы возвращаемся обратно начала и это получается бесконечный скроллинг по моему очень интересное решение на этом сайте представлена тоже очень интересная анимация и она привязана к передвижению курсора мыши то есть у нас есть отрендренная последовательность кадров где у нас разлетаются объекты и соединяются снова воедино меняют они свое положение именно от передвижения курсора пользователя даже такая минималистичная анимация вызывает интерес очень простое но полезное решение на этом сайте мы посмотрим как и реализована глубина пространство симулирующие параллакс а именно эффект погружения здесь у нас создается имитация 3d пространство на самом деле здесь используются свои картинок которые двигаются относительно друг друга с разной интенсивностью то есть задние объекты двигаются с большей амплитудой а те объекты которые ближе к зрителю двигаются с меньшей скоростью здесь у нас создается имитация 3d пространство интересно что есть объект на переднем плане и у нас целом создается впечатление что машина формула-1 едет по дороге и мы видим все через камеру которая стоит на трассе есть дополнительные эффекты которые точно также накладываются слоями такие как пыль камешки эти объекты создают эффект скорости движения машины болида но при этом выполнена достаточно просто но интересно здесь уже изображена модель болида в 3d сетки и рассказывает о подробностях связанных с особенностями строения при этом точно также можно поскролить обратно и вернуться в начальную точку или заострить свое внимание на отдельных этапах повествования этот сайт мой любимый с точки зрения внедрения сюда интерактивных и анимационных технологий во-первых начинается все с того что мы попадаем на очень простую страницу есть просто описание компании название и кнопка которая позволяет зайти внутрь самого сайта посмотрите как реализована механика взаимодействия глаз с курсором мыши то есть чем дальше мы отодвигаем указатель от центра тем глаза более подозрительный а чем ближе кнопки на которые нужно нажать глаза больше раскрываются более того при наведении на кнопку в глазах появляются сердечки что подсказывает пользователю о необходимом действие которое ему нужно совершить нажимаем и проваливаемся сюрреалистичный мир при этом взаимодействие с пространством происходит практически на всех уровнях все пространство и 3d объекты здесь созданы кодом и все 3d объекты здесь внедрены в браузер курсор мыши точно также взаимодействует с пространством с его элементами мы видим кружок вокруг указателя и он меняет свою форму в зависимости от скорости и направления передвижения мыши более того есть эффект взаимодействия с текстом это выглядит очень красиво и эффектно а также существует эффект параллакса который создает дополнительный эффект погружения в общем использовано большое количество интересных решений но они не перегружают сайт а усиливают впечатление пользователя от нахождения на странице давайте посмотрим что же здесь за проекты представлены оказывается что это сайт целое портфолио и можно пробежаться по нему передвигая скром мыши но оказывается что скролл здесь происходит не горизонтальный или вертикальный а происходит вглубь пространства окружение меняется в зависимости от того что за проект и о какой тематике идет приставание очень интересный storytelling можно бесконечно скроллить по сайту вглубь пространства и рассматриваясь кейсы о которых рассказывают компании очень интересно и креативно также можно провалиться в какой-нибудь отдельный проект и изучить его подробнее очень красивое портфолио обратите внимание как появляются страницы снизу они как будто вытекают или как будто странички журнала появляются из-под вашего экрана интерактив здесь реализован очень интересно и пользователь вывлекается максимально еще один сайт с красивым дизайном в котором интегрируется 3d графика при этом он реализован достаточно просто но присутствие 3d дизайна и 3d объектов выходит его в другой уровень восприятия очень современные и креативные кейсы можно ознакомиться с каждым из них нажав на соответствующий блок при этом 3d дизайн достаточно минималистичный но сделано очень красиво и композиционные решения выглядят очень выразительно и интересно нестандартное использование 3d графики при интеграции веб-сайты можно рассмотреть на примере вот этого кейса он называется инкбот и здесь очень здорово интегрирован механика того как можно визуализировать комиксы нестандартная тематика для веб-сайтов но тем не менее очень классная механика объемные иллюстрации создают дополнительный эффект реальности при помощи управления мышкой то есть можно передвигать пространство внутри каждого кадра и рассмотреть подробнее детали каждого героя или сюжета персонажи очень выразительные и интересно посмотреть как реализована техника визуализации комиксов в 3d пространстве на примере этого сайта можно также наблюдать как можно управлять вниманием зрителя и развивать историю через масштаб то есть сначала мы видим крупный объект это голова обезьяны нам еще непонятно что происходит но по мере прокрутки скролла мы видим главный герой раскрывается на полный рост и тем самым меняя восприятие о происходящем на страничке на этом сайте очень здорово представлена анимация персонажа он достаточно минималистичный но вся цветовая гамма создает определенное настроение композиционные решения тоже здесь помогают в рассказывании истории особенно при прокручивании скролла это создает дополнительное повествование и вовлекает пользователя дополнительно в сюжет происходящего красивый персонаж приятные объекты и цветовая гамма это не однообразное полотно на фоне а есть небольшие разделы отличающиеся по тону окраса но разделяя смысловые блоки и акцентирует внимание на определенных блоках сайта вот еще один пример того как можно интересно и просто управлять вниманием зрителя через элементы управления глазами то есть глаза героя следят за мышкой тем самым создавая какой-то эффект интерактива через главного персонажа это как раз простой мягкий объект напоминающий глину или пластилин они достаточно простые но создают приятные ощущения и вызывают нужные эмоции у пользователя вот еще один пример интерактива с указателем пользователя здесь у нас голова которая обмотана какими-то лентами с надписями но мы при этом считывая глаза рот визуализацию определенного объекта нестандартная форма интерактива но достаточно эффектная и креативная здесь тоже интересная анимация связанная с перемещением курсора мышки при этом горизонтальная и вертикальная анимации отличаются друг от друга в целом повествование сразу выстраивается таким образом чтобы подсказывать пользователю куда нужно двигаться при нахождении на сайте но с точки зрения происходящего здесь все выглядит очень интересно и вот эта полоса с градиентом тоже перемещается и меняет свою форму в горизонтальной плоскости интересные и нестандартные решения помогающие вовлечь пользователя восприятие вашего контента а это пример того как можно использовать 3d графику при визуализации помещений или каких-то жилых комплексов строительных компаний или офисов тем самым перемещение происходит в самом пространстве и пользователю даже не обязательно оказываться там ему становится понятно что происходит внутри где что расположено какой масштаб и что он увидит оказавшись на месте создает очень большую вовлеченность и желание походить побродить найти какие-то интерактивные объекты попроваливаться в дополнительные сюжетные линии открывая для себя новые визуальные истории очень здорово в таких визуализациях прятать еще различные пасхалки или элементы юмора это тоже добавляет вовлеченности и интереса пользователя при нахождении на сайте это еще один интересный пример все интегрировано в веб-сайт при помощи кода и библиотеки 3ds мы находимся на самом первом уровне комната достаточно простая но интересная есть интересные объекты анимированные композиционно все выстроено очень хорошо цветовая гамма тоже отлично мы видим что есть какая-то лестница есть еще другие этажи давайте нажмем на следующий уровень мы попадаем в другую комнату где уже реализован интерактив есть лазер который следит за указателем пользователя и оставляет за собой какие-то интересные следы при этом в иллюминаторе в окне мы видим галактику которая тоже анимирована и тоже создает эффект объема пространства мы видим еще другие уровни давайте посмотрим что там происходит здесь за мышкой у нас следует коптер здесь тоже научно-техническая история выглядит очень здорово и на каждом уровне опять же свои цветовые решения также мы можем двигать само пространство мышкой можем отдаляться приближаться создавая дополнительный эффект масштаба и присутствия визуализация очень красивая и интересная давайте поподробнее ознакомимся с библиотекой 3g с а точнее с примерами реализации различных проектов на базе этой библиотеки очень здорово как различные компании визуализируют полосу загрузки своего проекта перед тем как полностью погрузить пользователя повествование своего сайта это очень важно так как проекты бывают разной сложности разного уровня реализации и полоса предзагрузки помогает подгрузить все необходимые компоненты для того чтобы пользователь максимально не отвлекался и был вовлечен процесс повествования без каких-либо ошибок и сложностей здесь мы видим абстрактный магазинчик лавку но при этом это портфолио конкретного человека можно посмотреть проекты достаточно простой но яркий и интересный интерактив можно было перемещаться по разным блоком и ознакомиться с его подробностями это тоже реализовано все на базе библиотеки 3g с при помощи кода это позволяет вовлекать пользователя который будет рассматривать подобные объекты и композиции очень долго создавая эффект присутствия используя элементы геймификации еще один пример создания интересного интерактива при помощи 3g с сайт винной компании вся анимация из взаимодействия с объектами происходит именно на уровне интеграция кода мы можем крутить карту выбирать отдельные области и знакомиться с подробностями их продукции и производства очень интересная визуализация под какую-то старую бумагу отсылает нас к некоторым стилистикам виноделия и винтажным историям здесь у нас пример того как используется 3d графика для подробного и более близкого ознакомления с деталями продукции то есть у нас есть фотоаппарат который можно рассмотреть с разных углов посмотреть его детали особенности его конструкции отметок отмотать назад заострив внимание на интересующие вас информации очень красивый и современный формат взаимодействия с пользователями также можно создавать интерактивные игры опять же с использованием кода на базе библиотеки javascript у нас есть управление кнопками всплывает соответствующие подсказки и давайте попробуем поиграть очень интересный интерактив позволяющий вовлечь пользователя в интересующую вас механик соответственно мы управляем джойстиками в эту игру наверное можно очень долго играть пожалуй стоит заняться этим свободное время тоже интересная интеграция взаимодействия фона с укладателем пользователя текстура абстрактного объекта двигается вместе с перемещением мыши создается интересное цепляние мы как будто бы задеваем это объект или может быть даже проходим через него очень красивое и минималистичное решение также с помощью 3ds в игровой форме можно очень интересно визуализировать даже портфолио со своими проектами например на сайте этого разработчика нажимаем кнопку старт и мы попадаем в какой-то лоу поле мир где у нас есть машинка и подсказки какими элементами управления нужно взаимодействовать с этим пространство это нам позволяет управлять и мы на ней быстро перемещаемся по карте выполняем какие-то квест участвуем в мини играх и все это создает конечно интересный формат взаимодействия попав в определенный блок всплывает подсказка какую кнопку нажать для более подробного ознакомления или призывающие нас к другому действию итак мы отправимся в раздел с проектами хочу обратить внимание что самом начале у нас камера настроена в изометрической проекции а когда мы попадаем в раздел с проектами то камера отодвигается и мы видим немного другой ракурс целом это достаточно необычное очень креативное и максимально вовлекающее решение для сайта а тем более для портфолио на этом сайте представлены синематические композиции которых в реал тайме используется шейдерная визуализация нойза шума при этом создается эффект нахождения какой-то галерея но при этом абстрактность и контрастность композиции создает очень интересный эффект вовлеченности пользователя и привлекает внимание очень интересная визуализация мы можем взаимодействовать с пространством перемещая кнопку мыши и воздействия собственно на сам нойз каждый ракурс начинает снова место как будто мы действительно в какой-то галереи вы но разнообразность ракурс не позволяет заскучать зритель вы можете самостоятельно ознакомиться с другими реализованными проектами на сайте 3gs.org и рассмотреть интересующие вас работы и давайте подведем итог таким образом 3d дизайн в вебе это интерактивная технология которая работает на удержание внимания и привлекает пользователей что делает ваш сайт заметным среди тысяч конкурентов даже большие и серьезные проекты получат от живого решения больше преимуществ чем от статичных изображений технология эффектно и стильно смотрится на любом сайте придает свежесть и показывает что компания ориентирована на прогрессивный и современный подход таким образом технологии 3d для веб-дизайна создают уникальные и запоминающиеся страницы у трехмерных иллюстраций значительно больше возможностей для отображения визуальных характеристик товара чем у плоского изображения это позволяет сделать товар реалистичнее вызывает больше доверия положительно влияет на конверсию и поднимает продажи если дизайн выполнен правильно то он подчеркнет современность компании и выделит ее среди конкурентов